здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта мы опять на аэродроме рядом планера но посмотрите какая штука посмотрите какой конь огонь это все-таки не планер это настоящий вертолет причем вертолета огонь знаменитая вот 105 посмотрите какая штука для тех кто хочет поприодробнее все узнать но это легендарный вертолет во-первых посмотрите окраску как это цвет он во всех со всех ракурсов разной расцветки я его как не увижу этот вертолет думать нет синий нет фиолетовый нет еще какой-то он переливается особенно в закатных лучах солнца ну и конечно будете смеяться что над волков ты чё вертолет оцениваешь по цвету но в конце концов это красиво я друзья оцениваете вертолет по вот этой втулки чудо инженерного искусства и конечно кто в теме понимает это как она там жесткая несущая втулка момент на несущая втулка в общем эта штука которая позволяет этому вертолету спокойно делать мертвые петли это единственный вертолет не единственный но почти единственный который крутит из гражданских единственный до которым может крутить мертвую петлю пилотаж и так далее it is one of the few helicopters that is able to fly aerobatic red bull is still flying with four people in europe and america and their aerobatic shows are well known i've uh it's made by messerschmidt bocal boom it's a german helicopter the process took like i said a year and a half to buy the helicopter and and then think it out and modify it and teach myself how to do aerobatics and and then do the aerobatics and then get certified for it so that so i can do aerobatics on a regular regular basis so that's technically how i can do it is just from those modifications um the g's are fine i keep it down pretty low almost everybody that goes up with me thinks it's going to be you know really radical and hard and violent it's not that way at all i literally fly it through all the maneuver so it's a it's a smooth when i do a loop it's nice and smooth when i do roll it's it's smooth it's not uh it's not violent it's not uh doesn't i don't over g the aircraft i never go over about three g's is about the max when i do an air show and negative i go down i used to go to negative 1.0 but i keep it between and on a whole air show routine somewhere between 0.01 and 0.02 g's to a positive 2.6 2.7 g's is normal and i can do my full routine inside this envelope 2 турбины то есть эта штука дико надежная вылетела одна турбина можно лететь на второй и костя уже так делал и вообще вот вот смотришь вещь это вот не какая-нибудь там куколка и перделка а настоящий вертолет еще как из мультика вот видите как он сейчас светится как стрекоза огонь 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 костя расскажи как так получилось что ты все больше меня рассказал про нет стало его счастливым владельцем как у тебя вообще идея возникла такой шикарный вертолет купить константин улетает на планере и он приехал ко мне в гости прилетел а вы мне прилететь благородному дону другому дону в гости вот я его все пытаюсь попросить про вертолет будешь рассказать но он стесняется хороший вертолет меский противотанковый противотанковый и и и и и и я же рассказал сверху втулка какая-то хоть пощупать понюхать внутренности у губы губы это что здесь масло масло много я еще тот вертолетчик я вам про планер больше рассказать могу на про вертолет хотя бы показать на кости куда можно нас запустит спасибо ему огромное за это видите в гости пригласил человека и мучаю это что за штука турбина такая вот такая вот турбина алисон да как это красиво друзья это вот инженерный как бы так сказать по культурный я даже не могу сказать культурно а бескультурно на канале дети но ты смотришь на это ты понимаешь вот эта же вещь это вот каждая пупочка это пир инженерной мысли сейчас так уже не делают очень красиво а звук какой у него звук ну компоновка как видите классическая винт 4 лопасти 4 лопасти почему хорошо потому что меньше гармоник самый хреновый винт для вертолета это двухлопастной как на всяких там робинсонов и так далее это багажник дальше лестницу достал друзья ну это реально несказанно поеду есть а лестница что бежит зачеплять вот столько тут место да тут я могу жить вот это да баба вот это тоже можно дай-ка я залезу постарю могу не тут спать так а здесь носилки встают санитарной версии да да баку тестер убирается сейчас встанет туда волков нет надеюсь в не санитарной версии так держи крепко сейчас я сюда ведь ну-ка друзья вот представьте летите вот так на вертолете летите и захотели поспать вот так думать а они вздремнут ли мне и все и можете даже закрыться посмотрите от волков и лисиц от диких зверей и кстати это выпустить это я вам скажу ну понятно что собой в путешествие можно палатку брать а если дождь а если холод и голод а на самом деле на этом вертолете этот вертолет был на кость получается он был на пилинговом проливе да он долетел ну собственно и сюда долетел как-то две гидросистемы две гидросистемы пожалуйста если одна накрывается автоматически подключается другое а какая красота это настоящая авиационная техника это когда говорят там вот там вот вот оно настоящее конечно это очень дорого даже думать страшно сколько но это не правда недорого как бы два двигателя всегда хорошо отказал один видишь на втором отказал второй ходишь на авторотации винты большая инерция соответственно авторатирует этот вертолет великолепно где-то на просторах ютуба есть ролик даже как этот вертолет авторатирует да да есть но великолепно не авторатирует нет я вижу что запас по времени переходе на авторотацию фактически чтобы кто-то делал вынужденную авторотацию ну да в один двигатель встал потом второй топливо кончится еще что-нибудь один двигатель встал и ты понимаешь какие-то проблемы уже просто готов просто готов и не приземляешься и уже все а на авторотацию просто вертолет переходит если двигатель встал нужно там облегчить я так понимаю роторы чуть-чуть что-то сделать и на это есть и нас есть ли двигатель с легким ротором с легким винтом то есть там на секунду а таком венте посреди винта какой на таком-то можно долго думать целых три секунды заходит наш планер на посадку какой-то черт друзья но мне хочется сделать из этого вертолета чудо поэтому я но это мне вайки рассказывал что 3 как выглядит приборная панель очень она выглядит серьезно да ты 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 этот кнопочек вот так ну и сверху тут немножечко там или ручка всяких уж понимаете да и еще тот обзорчик я на вертолете конечно летал но не сказал бы что я тут сильно в чем-то разбираюсь ну классический ручка педали планеристы кстати легко учиться на вертолет и наоборот пилоты вертолета великолепно быстро переучиваются на планеру от константин этому яркий пример ноги руки все быстренько скоординировать ну потому что на самом деле у вертолета тоже ручку нужно там тремя пальчиками там не сучить ею там и так далее и педалики в общем все очень похоже мне как у самолета вертолета из вертолетчика из вертолета переучиться на плане но много легче и как сказал мой инструктор мэтью у которого я летал на маленьком вертолетике такой двухместный на ботик есть вертолетик может с этих съездим к мэтью сделаю про него тоже какой-нибудь обзор и главное что моего друга саши есть вертолетик такой знаете сколько у меня всего есть я еще так обзор не сделал ну потому что коронавирус аши никак приехать не может а я раньше ты не думал что это надо давай еще про вертолеты пройти не узнают здесь по друзьям ставите вот канал мечта летать вышел на новый уровень product placement но на самом деле действительно хорошего человека найти кто разбирается в теме это тяжело поэтому вот видите мы показали вам немножечко где-то все можно найти ох ну согласитесь огонь стрекоза огонь завтра я думаю константин и и запустит взлету подготовить взлету заведет она начнет трактить а я буду уговарить его здесь валяться на траве и кричать подними меня в небо на 30 секунд хотя бы с воздуха показать как это жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук не знаю говорю сейчас поедем домой шашлык жарить я надеюсь за ночь я его уговорю мясом буду край баранины купил вкусный фух так что продолжение следует друзья вот пока мы так вот вы хотя бы увидели что такая штука бывает мне она очень нравится первый раз я увидел на аэродроме его три или четыре года назад четыре четыре года назад но тогда еще вертолетах так не разбирался когда кости летать начал летать на планере мы много сидели много разговаривали и его на самом деле еще бы разговорить он расскажет путешествие как он летал через всю страну через плата путорана через камчатку камчатку камчатка чукотка и а назад там чуть чуть ли не через монголию представляете ух контент огонь а мы отлично полетали сегодня три вылета на планере вертолет прилетел классно вчера и друзья рай на земле при этом но вот чтобы сюда прилететь ничего не нужно было пространство в аэродром нерегулируемый подошел по радио сказал на чистоте я хочу приземлиться и вот приземлился мало того просто вертолет большой вот там у нас находится лоботим антиллион населенный пункт где мы собственно и живу и там есть тоже поляна на который можно приземляться на робинсоне и на мелком этом рода вот такая шикарная машина большая она кемпинг просто весь разметает такое чудо ну хотя конечно народ возбежался и завтра завтра вы на этой штуке полетим на гей планер заходит через солнце какой хороший день какой хороший день какой хороший пень рай и что не важно райское регулирование воздушного пространства за что огромное спасибо соответствующим органом как они до новых встреч то завтра понял а потом то уже от винта я еще не пристегнут кошмар а этот звук турбин у огонь не очень громко из пока наушники а и а и 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